Здравствуйте, уважаемые зрители, приветствуем вас на канале право на жизнь. Сколько раз вы встречали собак на улице? Об этих несчастных созданиях совершенно некому позаботиться. Они броют по улицам города в поисках еды и тепла, часто подвергая свою жизнь опасности. Некоторые обладают более сильным и храбрым характером, умудряются бороться со всеми жизненными трудностями, а другие просто забиваются в угол и надеются, что их кто-нибудь заметит и поможет. Примером этого может послужить бездомность собака, найденная волонтерами на обочине оживленной дороги. Животное было неподвижно, частично из-за холода, частично из-за страха. Но, к счастью, кто-то был рядом, появился нужен человек, который смог ее спасти. Надежда на лапы – это ассоциация, которая спасает бездомных животных, забирает их с улиц и доставляет в приют, где о них заботится команда волонтеров. Горожанин заметил маленькую собачку, лежащую на обочине оживленной дороги. Беспокоенный здоровьем щенка и его будущим целым, он решил обратиться за помощью к Надежде Лапчатой. Волонтеры приехали так быстро, как могли, так как ситуация была не самой простой. Найти собаку получилось не сразу, им пришлось останавливать проезжающие по этой дороге машины, поэтому они обратились за помощью в дорожную полицию. Сумев заблокировать проезд для машин, один из спасателей вышел из автомобиля и подошел к собаке. Спасение оказалось проще, чем ожидалось. Маленькая собачка подпустила его к себе и совершенно не проявляла агрессии. Волонтер накинул на него красно-черное одеяло, чтобы он немного успокоился и согрелся, после чего его завернули в него и отнесли в машину. Собачку, которую сотрудники службы спасения назвали Пипу, передали в приют и после посещения ветеринарного врача, который не обнаружил проблем со здоровьем, отвезли в груминг-салон. Вот тут и началось самое интересное. Для начала его хорошенько помыли и потом отнесли на стол к грумеру. Пипу, по всей видимости, никогда до этого не был у грумера и на шутку разволновался. Он боялся этой процедуры, поэтому для его спокойствия ему дали снотворное. Сама процедура была не сильно долгой. Несмотря на скатавшуюся шерсть, опытный сотрудник быстро состриг все лишнее. Когда удалили всю шерсть, обнаружилось, что у собаки поранены лапы. Пока Пипу еще спал, ему наложили повязку. К счастью, ничего серьезного с лапой у него не было. После небольшого стресса, когда он проснулся, Пипу хорошенько наелся. Старой скатавшейся шерсти уже не было и он чувствовал себя намного лучше. Теперь его временным домом стал приют и началось томительное ожидание, когда кто-нибудь с добрым сердцем обратит на него внимание. Шло время и шерсть Пипу вырастала, постепенно превращая его в настоящего красавчика. И как только он полностью оброс шерстью, на него тут же обратил внимание женщина. У нее дома уже была одна собака, она как раз хотела завести ей друга. Как только Пипу привезли в новый дом, к ним подбежала знакомиться с Шелли, собакой-женщиной. Все затаили дыхание, они еще не видели друг друга и могли не полагать. Но к всеобщей радости они моментально нашли общий язык и стали жить душа в душу. Каждый день они играют вместе, едят вместе и даже спят. У них завязалась настоящая дружба. Всегда радуют такие финалы истории и совсем не хочется думать о том, что могло произойти, не позвонив тогда человек службу спасения животных. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.